МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Наши новости начинают свою работу в эфире. В студии Елена Кузовкина. Здравствуйте. Алтайский край и его столица пережила сильную бурю. Информация о ее последствиях. Горожане активно делились в социальных сетях. В Барнауле по улице Гурналтайская на проезжую часть упало дерево. На Малахово не выдержало порывов в ветрометаллической конструкции, а на проспекте Ленина ветками деревьев разбило автомобиль. Правда, судя по комментариям, барнаульцы ожидали большего, а гроза и ветер закончились буквально за 15 минут. Гораздо масштабнее непогода проявила себя в Тюменцево. Там прошел крупный град. В Новороманове и Тольменском районе несколько часов не было электричества. На трассе перед Черепаново сдуло остановку. К слову дожди, грозы и град, а также усиление ветра в край прогнозируют. И сегодня сотрудники МЧС предупреждают жителей региона о соблюдении мер предосторожности при непогоде. В вузах края стартовала приемная кампания. В Алтайском госуниверситете документы от абитуриентов начали принимать накануне. В педагогическом сегодня, завтра к ведущим вузам края присоединиться медуниверситет. Кстати, в аграрном документы принимают с 1 июня, в техническом с 13 числа. Количество бюджетных мест в политехе в этом году снизилось на 24, а вот в классическом вузе, напротив, выделили на 92 бюджетных места больше, чем в прошлом году. В медицинском на бюджет могут претендовать ровно столько же абитуриентов, как и в 2017. В селе Буравиха Первомайского района обострился конфликт между жителями и руководством местного завода по производству костной муки. Люди, уставшие от нестерпимой вони, что исходит от предприятия, готовы пойти на крайние меры. Накануне об этом они в категорической форме предупредили сельских депутатов. Селяне пришли в местную администрацию, где проходила сессия парламентариев. На ней присутствовал и директор завода по производству костной муки Игорь Дудин. Ему и депутатам люди выдвинули требование закрыть зловонное предприятие, либо перевести производство в другое место. Почему вы не взяли территорию? Мы с вами все услышали друг друга. Нет, нет. Уезжайте. Все, я вас услышал, я должен увидеть. Это невозможно. Я вам обещаю навести порядок. Селяне встретились с директором завода уже в шестой раз. Прошлые переговоры, по словам людей, ни к чему не привели. На предприятии лишь время от времени снижали объемы производства, и неприятный запах ощущался не так сильно. Но спустя время все возвращалось на круги своя. В жару смрад, говорит сельчане, становится невыносимым. Правда, в этот раз Игорь Дудин заверил жителей, что в скором будущем вони не будет. Развитие ситуации в Боровихе в вечернем выпуске. За что отправится под суд бийский акушер-гинеколог и как попасть на конкурс красоты в Барнауле? Ответы на эти вопросы искали корреспонденты издания Сибирской медиагруппы. Традиционный обзор далее. Акушеры-гинеколога одной из женских консультаций бийска будут судить за травмы пациентки. Аргументом и фактом на Алтае сообщили в следственном управлении, что медик обвиняется в ненадлежащем исполнении обязанности. По версии следствия, во время стандартной процедуры акушер допустила повреждения внутренних органов и женщине пришлось делать срочную операцию. Уголовное дело направлено в суд. Следователь из Барнаула найден мертвой в Ханты-Мансийском автономном округе. Об этом сообщают корреспонденты полиции БРУ. Тело обнаружено на рабочем месте отдела полиции. Старший лейтенант недавно перевелась в Югру из Барнаула. В качестве одной из версий рассматривают доведение до самоубийства. В кабинете якобы была найдена предсмертная записка, в которой женщина сообщала о конфликте с руководством. Любая жительница краевой столицы может стать королевой красоты Барнаула. Как принять участие в конкурсе, подробно рассказывается на страницах КП на Алтае. После прохождения кастинга ждут тематические фотосессии и выступления на День молодежи. Для участия приглашают девушек от 16 до 25 лет. Напомним, в прошлом году мисс Барнаула стала Яна Казанцева, которая позже стала второй вице-мисс конкурса «Мисс Туризм Евразия». Евгения Даровская, наши новости. Митинг в защиту исторической части города прошел сегодня в Барнауле. Общественники, историки и краеведы вышли на Площадь Свободы с плакатами, призывающими сохранить культурное наследие. По мнению организаторов митинга, уникальные здания и исторические места краевой столицы увядают одно за другим, и их никто не охраняет или делает это формально. Люди надеются, что их переживания услышат руководство края. Проблему сохранения памятников архитектуры возьмет на личный контроль в Рио губернаторе Виктор Томенко. Подробный репортаж с митинга в вечернем выпуске. В Барнаульском зоопарке очередное пополнение. На этот раз в семье Касуль на свет появилось четыре малыша. Еще не уверена, но они уже начали ходить. Полюбоваться пятнистыми детенышами могут все посетители. Наша съемочная группа сегодня отправилась в зоопарк, чтобы познакомиться с новыми обитателями дома зверей. В вечернем выпуске расскажем подробнее. Мечтаете сделать ремонт в квартире или отправиться на отдых всей семьей? Осуществить желаемое поможет Банк Восточный. Он подготовил интересное предложение для своих клиентов. По данным Национального бюро кредитных историй, сегодня соотечественники все чаще обращаются в банки для оформления кредита на разные нужды. Мы обратились к посетителям банка с вопросом о том, на какие цели им нужны заемные средства. Ремонт сделать или купить автомобиль. Нам сейчас введут газ, в первую очередь хотелось бы взять деньги на газ. На ремонт жилья, я считаю, или строительство дома. Потребности у всех разные и от того разные суммы кредита. При этом его средний размер в России неуклонно растет. Так в апреле 2018 года он составил 209 тысяч рублей, хотя еще в марте был почти на треть ниже. Растет процент тех, кто приходит к нам за суммами шестью нулями. Миллион, два и даже больше. В таком случае им не подходят стандартные продукты. Но для них Банк Восточный готов предложить кредит под залог недвижимости. Продукт с очень большим финансовым потенциалом. Оформление кредита под залог имеет свои преимущества. Главное из них – возможность совершить крупные приобретения. Риск остаться без жилья минимален. Международная практика использования заемных средств под залог имущества хорошо зарекомендовала себя в нашей стране. Максимальная сумма, которую можно оформить в Банке Восточный, составляет 30 миллионов рублей, а ставка начинается от 9,9 годовых. Эти два фактора, плюс неограниченные возможности применения средств, обеспечивают кредиту популярность. К тому же получить денежные средства можно еще до окончания регистрации объекта залога в Росреестре, а снятие наличных бесплатно. Реализовать свои планы сегодня, пожалуй, легче, чем когда-либо. Для этого достаточно обратиться в Банк Восточный за кредитом под залог недвижимости. Анастасия Бертенева, Алексей Фризин. Наши новости. В завершении выпуска «Погоде» спонсор прогноза погоды сеть магазинов «Трофей». Все для рыбалки, охоты и туризма. В «Трофей» найдется все для отличного летнего отдыха, палатки, мебель, спальники, рюкзаки, посуда, барбекю, мангалы и все остальные нужные аксессуары. Оторвись от комба. Покажи своей девушке настоящую романтику. Сходи в поход с семьей. Приготовь ужин на костре. «Будь мужиком». Сеть магазинов «Трофей». Сегодня в крае жарко. Местами пройдут дожди с грозами. Плюс 33 выше ноля в Заринске. 35 в Белокурихе. В Барнауле до 31. К концу дня обещают сильный дождь. Полная картина дня в нашем вечернем выпуске. До встречи.